МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Я приготовила поесть, я сходила в магазин и ушла, его еще не было. У меня были свои ключи, поэтому мне не нужно было его по голове бить, чтобы завладеть его ключами. Нина убирает в доме местного бизнесмена Лысихина, готовит ему еду. Когда на Лысихина было совершено нападение, следствие пришло к выводу, что преступление совершила Нина. Ее опознал потерпевший, и при обыске у девушки была найдена часть похищенной. Да, стрелял, Ваша честь, но я не хотел убивать Павла. Это вышло случайно, я просто хотел показать пацанам то, что умею стрелять. Я повел себя глупо, я это признаю. Да еще и отца поставил, но я правда не хотел этого. 15-летний школьник Роман Костин из отцовского охотничьего ружья убил своего одноклассника и друга Павла Синицына. Роман утверждает, что все произошло случайно. Павел хотел забрать у него ружье, и он случайно нажал на курок. Однако прокурор оспаривает эту версию, ведь выстрелов было два. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, представься, пожалуйста. Здравствуйте. Савельева Нина Сергеевна. Полных лет сколько? 17. Обвиняешься по части 1 ст. 112 УК РФ в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также по части 3 ст. 158 пункту В УК РФ в совершении кражи в крупном размере. Так, 17 января 2018 года ты подкараулила Лысихина Андрея Олеговича возле его дома, нанесла ему несколько ударов по голове тупым предметом. Пока он находился без сознания, проникла в его дом, откуда похитила деньги в размере 350 тысяч рублей. И также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Вину свою признаешь? Нет, конечно. Я не знаю, кто его ударил и зачем. И деньги я у него не брала, я у него работала. Я у него стирала, мыла и готовила. Конечно, мои пальчики у него по всей квартире есть. То есть, иными словами, ты работала помощницей по хозяйству у Лысихина? Да, я работала. Раньше мама работала, а теперь я. Она у нас год назад вышла из тюрьмы, 3 года там провела, и мы с братом моим были в детдоме все это время. Она вышла и стала пить много, и поэтому ее Андрей Олегович выгнал и меня взял на работу. А мама с тех пор не работала? Ну нет, не работает. У нас в поселке особенно не поработаешь, мало работала, но мы, знаете, не голодаем. Не голодаете почему? Потому что вы... Потому что ты работать пошла? Ну а что делать? Ну да, пошла работать, потому что в детдоме я как 9 классов закончила, так и пошла в ПТУ, а и работать стала сразу. И полы мыла, знаете, и овощебазу там... Овощи перебирала, и вот у Андрея Олеговича подрабатывала. Вы знаете, просто ждали-ждали маму, и так и не дождались. Точнее, дождались. Ну понятно. Скажи, пожалуйста, что ты делала 17 января? 17 января я была у него на работе. Я приготовила поесть, я сходила в магазин и ушла, его еще не было. У меня были свои ключи, поэтому мне не нужно было его по голове бить, чтобы завладеть его ключами. А ты знала, где он деньги хранил? Ну догадывалась. Наверное, в своем кабинете, который был постоянно закрыт. Я там даже не была ни разу. А на следующий день, когда меня обыскивать стали, нашли у меня деньги, но это мои деньги, я их сама зарабатывала целый год и откладывала. Ну, товарищ прокурор, ну расскажите нам, пожалуйста, по обвинению. В материалах дела достаточно доказать, чтобы говорить о том, что именно она совершила это преступление. Итак, уважаемый суд, как вы правильно сказали, было нанесено несколько ударов тяжелым приетом по голове. Орудием преступления явилась, предположительно, труба. В бессознательном состоянии потерпевшего обнаружил прохожий, фамилия прохожего, каретника Вячеслав Михайлович. Его показания имеются в материалах дела. Потерпевший, когда пришел в себя, рассказал, что на него напал человек в маске, в лыжной шапочке, с пройзами для глаз. В ходе следствия было установлено, что на потерпевшего напала его домработница Саверева, переодетая в мужскую одежду, а потом, соответственно, она совершила хищение из его квартиры. Подсудимая, уважаемый суд, могла, собственно говоря, совершить кражу, либо совершить грабеж, либо разбой, что угодно, как говорится, и не прикрываясь вот этим всем. Но тогда бы точно было понятно, что это она. Я бы, наверное, не палилась в своей шапочке, как вы считаете? Так ты понимаешь, в чем суть-то? Если бы ты в этой шапочке продолжала бы ходить, и она не была бы с пройзами для глаз, то это бы да. Но эта шапочка где у нас была обнаружена? Она была, и при каких обстоятельствах? В ходе обыска. В ходе обыска, причем у твоего друга, Виталия Камракова, ты находилась. Там тебя, собственно говоря, и досмотрели. Уважаемый суд, шапочка, прорези для глаз. Потерпевший в ходе опознания предмета опознал его, да? Протокол опознания имеется в деле уголовного дела. На шапочке, соответственно, на внутренней ее части имеются волосы, которые по своей принадлежности являются волосами подсудимой. Кроме того, у подсудимой Савельевой были изъяты 50 тысяч рублей, и на этих купюрах, согласно материалу Дактилоскопической экспертизы, были обнаружены отпечатки пальцев потерпевшего. Следовательно, это часть его денег. Конечно, которые он мне сам давал, и я их откладывала. А вот 300 тысяч рублей, уважаемый суд, которые не были установлены, где находятся, они не установлены. Мотив корыстное побуждение. Полагаем, что доказательств достаточно, чтобы инкримировать деяние. Просим назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Да ты еще имел, что ли? Так, ну-ка, спокойно, тихо, тихо, тихо. Андрей Олегович, расскажите нам, пожалуйста, что произошло в тот вечер? Какие у вас были отношения с Ниной? Может, вы ее обидели? Может, недоплачивали ей зарплату? Да я и подумать-то не мог, что Нина вообще на такое способна. Я же к ней всегда очень хорошо относился. И платил всегда гораздо больше, чем она от того заслуживала. Я же все прекрасно понимаю, у нее мать-то пьющая. А на Нине, помимо того, что ей самой надо быть, она еще брата маленького содержит, да и матерью помогает. А здесь за все это хорошее, вот, ладно бы деньги просто забрали бы и все. А то же ведь по башке... А скажите, пожалуйста, Андрей Олегович, а вы-то сами чем занимаетесь? Дома деньги храните, такие немалые? Ну, я в поселке маленький такой небольшой бизнес организовал. Производство строительных блоков. В общем-то, бизнес не очень большой. Но деньги есть. Вот дом отстроил новый взамен старого. Машину купил. Да и так обстановочку сменил. С женой, кстати говоря, я развился пять лет назад, а детей у меня нет. А убираться и готовить еду дома некому. И вот раньше у меня Нина мама подрабатывала. Но потом она совсем никакая стала. Мне пришлось отказаться от ее услуг. А здесь получилось так, что мне нужно было срочно заказать керамзит для производства блоков. А для того, чтобы его купить с хорошей скидкой, мне нужны были наличные. И я хотел купить на миллион рублей керамзит. Но в самый последний момент позвонил поставщик керамзита и сказал, что отпустит только на 350 тысяч. И поэтому я снял, так сказать, только эти деньги. Ну а Нина-то могла об этом знать, что вы снимали какие-то наличные деньги? Конечно, она могла знать. Она же в этот момент на кухни копошилась. А я как деньги взял, она тоже, наверное, думала, что миллион будет. И хотел, наверное, и миллион забрать. А я-то всего-то снял 350 тысяч. И в этот раз не в кабинете их у себя спрятал. Ну, в обычном. У меня же кабинет закрыт. Я периодически там в нем убираюсь сам. То есть Нину туда я даже не допускаю. А в этот раз я, ну не знаю, схитрить что-то решил. Господи. И спрятал в коридоре в нише деньги. Думал, что об этом месте вообще никто не знает. А оказывается, знаю. Я не брала эти деньги еще раз. Ты чем про деньги договаривался, они к тебе и заслали. Вот ты имя вообще молчила. А не тебе меня вообще судить. Если я немножко и выпью, это не твое собачье дело. Этот козел за мной приударял, когда я молодая была. А теперь он еще тут рассуждает, пить мне или не пить. Ты на зоне посиди. Вот я посмотрю, как ты после этого будешь кирять или не будешь. И что там с тобой козел вообще сделают. И кем ты потом с зоны-то выйдешь. А он сейчас вот на моего ребенка наезжает. А я даже не могу душу свою успокоить. Выпить там две капли, да. Вот я тебе скажу, судья. Вот ты как порядочная мать. Меня как порядочную мать. Ты поймешь. Вот по мне сразу видно. Я хотя срок мотала. Но видно, что я порядочный человек. Вот странно, когда мотают срок, то знают четко совершенно, да, что обращаются к судье. Ваша честь, а не ты порядочная мать. Это вот просто вот у них сто процентов такое есть. Поэтому вы что-то уже либо переборщили, как вам говорит потерпевший. Либо вы переборщили уже сегодня, пришли в суд уже теплое. Либо что-то тут не так. Поэтому вы лучше расскажите. Часто злоупотребляете? Ну так, ну по две капли. А сейчас вот у меня ребенка судят. Как же тут не успокоиться-то? Кто хочешь, запьют. А ты вообще, вот прокурор, вот ты мне скажи. Вот вы мусора, да, вы постоянно невинным людям шьете дела. Тьфу на вас. И что, потому что вы работать не хотите. Вот вы нашли беззащитную девку и хотите дело повесить на нее. Вот если бы у вас был жмурик, вот если бы этого сделали жмуриком, вы бы собачек сразу привели. А поскольку он не жмурик, то что, значит не надо собак приводить? И даже не надо доказывать, кто на самом деле преступление совершил, да? Вот засадить девку и все, и гуляй, и доволен. А у девки вся жизнь после этого будет поломана пять лет. Это вообще надо додуматься до такого. Ну, в общем, знаете, это уже как-то переходит всякие разумные границы, товарищ адвокат. Это, причем, притом ваш клиент, поэтому такое предложение у суда. Как только начинается вот этот вот базар-вокзал, давайте его будем несколько прекращать. Товарищ прокурор, ходатайства какие-то у вас имеются? Ходатайства у меня о допросе свидетеля обвинения, Комракова Виталия Павловича. Именно при нем была подсудима арестована, при нем были изъяты денежные средства и маска. Прошу его доказать. Пригласите, пожалуйста, к Комракову, Виталия Павловича. А как ему мы огород подарили, об этом он молчит. Спасибо вам, подживого оставили. Пожалуйста. Виталий, скажи, пожалуйста, вот 17 января приходила к тебе Нина? Да, приходила. Была при ней крупная сумма денег или вообще какие-то деньги принесли? Да нет, не была. Я уже сто раз лет всю говорил, что денег при ней не было. Нина часто ко мне захаживала. У нее дома опасно находиться. Мать вечно пьет. То сабутыльники, то сабутыльницы. Чего? А ты видел сабутыльников? Конечно, видел. У тебя цыганский табор вечером на районе творится. Да ты к нам вообще даже не захочешь. Да, я сам я сказал, раз мужиков вырубал, которые к ней клеились. Ну как клеились? Так, тискали и в постель хотели завалить. Скажи, пожалуйста, про тот вечер. Тот вечер 17-го Нина пришла ко мне, как обычно, часов в 9, в 10. Ну было уже темно. Я на часы точно не смотрел. Спросил, что случилось. Она сполыхнувшаяся была. Она ответила, что пробежку бегала. Мы дали пивасику для успокоения нервов. И пошли в постель, перепихнулись. Она сказала, все нормально. Она никого не била, деньги не воровала. Да и что, ебить кого-то? Она что, гопница, что ли? А ты вот говоришь, что при ней не было денег. Но при всем при этом при ней изъяли 50 тысяч рублей. Да я не знаю, что у него 50 тысяч могло быть. У него даже косаря нету на телефон положить. Может, откладывал то, что потерпевший ей давал за работу. Может, копилу от матери прятала. Все, мне больше нечего сказать. Ну смотри, вот украдено было 350 тысяч рублей. Да? 50 тысяч рублей при ней было изъято в твоем же жилище. Причем 300 тысяч до сих пор не нашли. Скорее всего, получается, что у Нины был некий сообщник. Но учитывая тот факт, что она после совершения преступления сразу к тебе побешала. И 50 тысяч нашли, и Маск нашли в твоем доме. Ведь ты тоже мог спрятать эти деньги, правильно? Да вы что, на меня придавы кидаете? Я вообще деньги никогда в глаза не видел. Вообще никогда не видел. Вообще все. Рубли, в Россию ходят рубли. Нет, мне нечего добавить. В Америке доллары. Нин, ты если взяла, ты скажи. Ты сказал, что ты честно зарабатывала. Это не в курсах, откуда у тебя деньги были. Виталик, ну... Он вообще ни при чем. Он вообще, это я взяла эти деньги. То есть ты совершила нападение и еще и деньги. Нет, я не совершала нападение. Я только деньги из ниши в коридоре взяла. Я больше не била его и не трогала. Вообще не знала об этом. Проломил. Ну, хорошо. Как говорится, состав тронулся в нужном направлении. Уже взяла деньги. Деньги уже взяла, да. Вот, но вот твои, скажем так, попытки нам доказать, что ты его не била, конечно же, они успехом не... Да я его не била, честно. Я просто взяла эти деньги и убежала оттуда. Выбегаю из подъезда, а он уже лежит там полудохлый или дохлый. Или, я не знаю, я, в общем, так и спуталась, что я убежала. А деньги? Ну, я их потеряла. Что вы давите на нее? И что такое, она сейчас в убийстве Кеннаджи уже признается. Подождите, подождите, вы подождите. У вас клиент колется, не мешайте колоться своему доверителю. Она, это клиент и у вас колется. Уважаемый суд, вранье. Вот понимаете, в чем суть? Как бы деньги лежали, грубо говоря, в одном месте. В одно место она, соответственно, их положила, все в карман. Если 50 тысяч из кармана не остались, то 300 тысяч ну никак не могли выпасть. Понимаете? Потому что, конечно же, это все... Это были мои деньги, которые я сама зарабатывала. В течение года. Вы поймите, пожалуйста, что вам не получится ввести в суд заблуждение. Уважаемый суд, я полагаю так, что на самом деле все здесь доказано. И надо идти на приговор. Конец рабочего дня. А меня Разумовский бильярдный ждет. Я ему обещал двойного дуплета, как говорится, два шара в русский закатить. Он там плачет, понимаете? Взял и пришил дело девки. Какое дело? Уважаемый суд, господин прокурор так бы вот работал бы и доказывал вину, так как он кием своим за 65 тысяч машет. Да, моя подзащитная призналась в том, что она совершила кражу. Что значит махать кием за 65 тысяч? Ну, это вы знаете. Ваш кием 65 тысяч стоит. Ага. Ага. Так вот, вернемся к делу. Да, моя подзащитная призналась, что совершила кражу. Но что касается нападения на потерпевшего, я вообще никаких доказательств не вижу. Какой-то человек в мужской одежде, в маске, с прорезями для глаз, вообще ничего понять не может. Во-вторых, зачем моя подзащитная это делать? Потерпевший хорошо платил за работа, дарил подарки. Вот у меня, кстати, вы сказали, что хорошо относились к моей подзащитной. А что за подарочки вы ей дарили? Ну, разные подарки дарил. Так. Так. Ну, это вам он подарил, это вы потом будете рассказывать. У меня свой, я не такой. Ну, так вспоминайте, зададал вопрос адвоката. Разные подарки там, ну, простые вещи, побрякушки кое-какие, продукты в конце концов. Нине, ее брату, да и матери ее тоже. Ну, то есть золотая цепочка с кулоном, да, перстень с камнем на 108 тысяч рублей. Это все недорогие подарки из разряда побрякушек, правильно? Да не делал я таких подарков. Ну как, уважаемый суд, я прошу пригласить и допросить подругу моей подзащитной, Любовь Михайловну Архипову. Она пояснит нам о взаимоотношениях между Ниной и потерпевшим. Возможно, мы сможем понять и узнать, кто же избил потерпевшего. Пригласите, пожалуйста, Архипову, Любовь Михайловну. Очень хороший подарок, между прочим. А за что? Как за что? Ну, за что? Просто так. Подарите мне, подарите мне киев за 65 тысяч. Вот прокурору киев. Так, тихо. Люба, скажи, пожалуйста, Нина твоя подруга, да? Да. А что ты можешь о ней рассказать? Я пришла вам рассказать все, как было на самом деле. Мать Нинки сосватала Андрею Олеговичу свою дочь. Он сделал ее любовницей. Она ему убиралась, готовила, за каждый ее приход платил, дарил подарки. Добранье все это. Не было никак такого. Дарил и не отказывалась. И любовницей я ее не делал. Договорились, что когда ей исполнится 18 лет, она должна выйти за него замуж. Просто Нинка любит Виталика. А этот бизнесмен Хренов поставил ее условия. Если она не выйдет за него замуж, то он женится на другой. А ее выгонит. И Нинку с мамашей вообще без денег оставит. Так вот, Ваша честь, я, конечно, понимаю, что раскрываю не свою тайну, а тушку доверила мне Нина. Люба, молчи, пожалуйста. За кого приглашешь? Ты кого покрываешь? То есть, подожди, пожалуйста. То есть, получается так, что есть кто-то, чью вину на себя взяла Нина. Правильно? Ну да. А ты знаешь, что у твоего Виталика есть другая баба? Черт. Ты для него была пустым местом. Он тебя использовал. А сам на неделе 23 февраля катался с Леной в Сочи. Да что ты несешь, блин, вообще? Ты его просто не любишь, вот ты начинаешь. Тогда откуда это я все знаю? Да Ленка мне прислала фотографию с Сочи, где они с Витальиком на лыжах катаются. Самый сезон для таких с деньгами. Можешь у Ленки спросить. С деньгами? Ты на эту тварь деньги еще мои потратил? Виталий, ты что, обалдел вообще? Или что, я не понимаю? Она гонит все, ты что, эй! Гонит, а если она не гонит? Да она заливает. Виталий, ты сбежать хотела. Ты что, обалдел? Ты на какую-то бабу тратишь деньги? Я за тебя тут впрягаю, чтобы ты не ссорил. И ты на нее тратишь деньги, или что? Ты склонишь. Ты живешь на моей бабке, всю жизнь на моей жилой. Ваша честь, это он все сделал. Это все сделал он. Я ничего не делала, я только деньги из Ниши украла. А он его шандрахнул по голове. Что ты говоришь, дура? А зачем? Где сейчас деньги? Ты что? У него, я его последние... Ну, я ему отдала их и больше их не видела. Ваша честь, да здесь целый сговор, тут банда какая-то. Уважаемый суд, ну вот видите, моя подзащитная находилась под влиянием более опытного, так скажем, и старшего товарища. И если бы не он, то вряд ли она когда-либо вообще решила совершить это преступление. А скажи, пожалуйста, Нина, а ты зачем пошла-то на это преступление? Насколько мы уже тут выяснили, у тебя были отношения с Андреем Олеговичем. Да. У меня были отношения с Андреем Олеговичем. И они с моей мамой решили, что в 18 лет я должна выйти за него замуж. А если нет, то он мне пинком под зад сделает. А я не могу жить в этой нищете, вы понимаете? Мать пьет постоянно, денег нет постоянно. Но и замуж за него я из-за этого всего не хочу. И ты понимаете меня? И я рассказала просто Виталику о том, что он ко мне пристает. Он предложил сбежать вместе. И мы хотели сбежать, только он предложил сначала его ограбить. Да в кого-то у меня дура-то такая. То есть ты хочешь сказать, что этот план ограбления придумал именно Виталий? Ну да, я ему просто рассказывала какие-то вещи. И вот он решил действовать. Я ему рассказала про то, что у Андрея Олеговича деньги будут. Правда я думала, что там миллион будет. Нам бы его хватило. Вот, и там всего 350 тысяч было. Я пришла, когда его не было. Забрала эти деньги из ниши. Выбегаю на улицу, а там уже он лежит. Я у Виталика спрашиваю, ты что его убил что ли? А этот говорит, типа нет, не знаю. Трупы же не разговаривают. Нина, а скажи, пожалуйста, вот ты деньги взяла из тайника. Сейчас Таня где? Я Виталику деньги отдала. Он сказал, что спрячет их в надежное место. А сам с Ленкой укатил в эти Сочи отдыхать, понимаете? А мы бежать с ним должны были. Мы просто должны были бежать и моего брата спасти из этого всего, понимаете? А он сбежал с этой Ленкой. Вот так вот все получилось, понимаете? Ну что ж, Андрей Олегович, вы сожительствовали с несовершеннолетней девушкой? Ваша честь, у нас все было по обоюдной договоренности. И все добровольно. И вообще я Нине предлагал жениться на ней. Нина предлагал жениться? Все по чесноку было. А этот сволочь вообще голову проломил. Вообще срочно надо арестовать и посадить. Нина, ты вообще дура. Я тебе такое выгодное предложение делал. Была б за мной, как за каменной стеной. А теперь вот не знаю, что будет. Вы меня простите, Андрей Олегович. Просто я не могу так. Я не люблю вас. Замуж за вас бы я не пошла. Я Виталийка любила. А он вон какой сволочью оказался. Я просто думала все с самого начала начать жить нормально там. Брата поднять. Чтоб все, как у людей, было. Ну, а я тебе и предлагал, как у людей. Суд удаляется для вынесения приговора. Далее в программе. Да, стрелял, Ваша честь, но я не хотел убивать Павла. Это вышло случайно. Я просто хотел показать пацанам то, что типа умею стрелять. Я повел себя глупо, я это признаю. Да еще и отца поставил. Но я правда не хотел этого. Пятнадцатилетний школьник Роман Костин из отцовского охотничьего ружья убил своего одноклассника и друга Павла Синицына. Роман утверждает, что все произошло случайно. Павел хотел забрать у него ружье, и он случайно нажал на курок. Однако прокурор оспаривает эту версию, ведь выстрелов было два. Савельеву Нину Сергеевну признать виновной по части 3 пункта В статьи 158 Уголовного кодекса. Российской Федерации назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 назначено наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 лет. Савельеву Нину Сергеевну по части 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации оправдать за непричастность к совершению преступления. Товарищ прокурор, вам направляю материалы дела по привлечению к уголовной ответственности. Соответственно, по части 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Комаракова Виталия Павловича. Ну, соответственно, пусть уже следствие устанавливает, он, не он, был, не был. Во всяком случае, то, что суду стало известно, материалы вам направлены. Судебное заседание закончено. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Костин Роман Игоревич. Полных лет сколько? 15. Обвиняешься по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении убийства Синицына Павла Юрьевича. Так, 10 декабря 2017 года ты, воспользовавшись отъездом родителей, пригласил друзей в загородный дом, принадлежащий твоей семье. Узнав код от сейфа, достал оттуда охотничье ружье отца и застрелил Синицына. Свою вину, судя по материалам дела, признаешь частично. Поясни, пожалуйста, суду что значит частично? Стрелял ли ты в Павла? Да, стрелял, ваше честь, но я не хотел убивать Павла. Это вышло случайно. Я просто хотел показать пацанам то, что типа умею стрелять. Я повел себя глупо, я это признаю. Да еще и отца поставил, но я правда не хотел этого. Понятно. Ну расскажи нам, пожалуйста, вот как у тебя в семье дела? Как ты в школе учишься? У меня хорошая семья. Есть сестра двойняшка и младший брат. Учусь вроде бы неплохо, увлекаюсь фотографией. А отец-то твой что охотой увлекается? Откуда ружье-то дома? Да, отец иногда охотится. У него есть лицензия на ружье. Но он никогда не давал мне его в руки, честное слово. Он научил меня только стрелять из него пару раз. Ну, то есть я умел с ним обращаться, перезаряжать, чистить. В общем, а код от сейфа я знал до этого. Это дата рождения младшего брата. В общем, дело было так. Я достал ружье. Хотел показать пацанам, типа, умею стрелять. Но зарядил его. Патроны там же лежали. Вот. Хотел выйти во двор, просто пострелять по бутылкам. А тут Пашка ко мне влетает, говорит, да, я тоже хочу. Ну, я в него и выстрелил. Но я не хотел этого, честное слово. Все произошло за долю секунды. Как это? Ты случайно на курок, что ли, нажал? Или что случилось? Дело было так. Ко мне подбегает Павел. Я ему говорю, что пойдем во двор. Не надо здесь. Мне отец вообще запрещает стрелять из ружья. Более того. Он говорит, ну, хотя покажи, как целиться. Ну, я прицелился, скинул ружье. Говорю, отойди. Отец запрещает целиться в людей. Это добро мне закончится. Я прицелился. И он вдруг под прицел прям подбегает. Я выстрелил. И потом второй раз. То есть я вообще думал, что попал в телевизор, и мне карантет родителей будет. А тут все произошло за долю секунды. Я сам того не осознал. И я смотрю, а он уже лежит. Я в шоке, ваша честь. Был. Анна Валерьевна, ну, расскажите, пожалуйста, что произошло? Ваша честь, Паша у меня был единственным сыном. Я вообще не знаю, как мне пережить все. Муж ушел, сказал, что я в прошлом живу. А он так не хочет. Я вообще не знаю, как мне жить теперь. Анна Валерьевна, я очень вам сочувствую. Пожалуйста, может, вам воды принести? Пожалуйста, постарайтесь взять себя в руки. Вопрос к вам такой. Вам было известно от сына? Куда он собирается? Может, рассказал что-то? Может, вам что-то известно еще? Да, Паша сказал, что в тот день он собирался пойти в гости к Роме. Я вообще семью Костиных хорошо знаю. И Рому, и родители его, и сестру. Я не возражала. Они с детства дружат с первого класса. И у них, хотя возраст переходный, я понимала, что никаких глупостей. Там вроде наркотиков или селфи на крыше. Ничего такого не будет. У Костиных приличная семья. Они, Паша и Рома, дружили, да? Да, они все время дружили. Мы, правда, три года назад уехали в командировку вместе с мужем и всей семьей, в общем. И какое-то время жили за границей. А потом, когда мы вернулись, Паша снова пошел в свой класс, вот вместе с Ромой. Паша вообще был очень хорошим мальчиком. Он помогал ребятам из коррекционного класса. А там в школе коррекционный класс есть. И там учатся дети, инвалиды. Там кто по психике, кто по неврологии, кто по заиканию. В общем, Паша говорил, что он помогает им социализироваться. Не комплексует. Я вообще гордилась, что у меня такой отзывчивый сын. Анна, соболезную вам. Это большая утрата. Игорь Андреевич, скажите, пожалуйста, что вам самому известно по факту убийства, совершенного вашим сыном? Ваша честь. По факту убийства известно то, что Павел, он был хорошим мальчиком. Но правда до того момента, как уехал. А когда приехал, он стал совершенно другим человеком. Он зазнался, стал наглым, снобом, нахальным. Все, что из того, что он буквально просто наглый стал. Даже садист, извините, Параданна. У нас кошка живет старая, маленькая и старенькая. Она слепая. Мы ее все любим. А Паша у нас был. Он всегда говорил, зачем вам эта кошка? Выкиньте ее, она вообще никому не нужна. Чего вы держите старенькую кошку? Как-то он был в гостях у нас. И он спрятал ее тайком в мешок пакетный. И я пошел выбрасывать мусор. И я хорошо нашел кошку внутри мусорного пакета. Мне просто повезло, иначе бы она умерла. Он завязал, она бы оттуда просто не выбралась бы. Буквально просто это не мои дети. Я точно уверен, мы любим кошку. Игорь, что ты говоришь такое, мы же давно знакомы. Зачем ты чернишь моего сына? Это раньше вы были такие до отъезда. Когда вы приехали, вы совершенно другие. Вы изменились. У вас совершенно понятия изменились. Вы стали наглые. Вы стали просто буквально хамоватые, богатые. Зазнались просто абсолютно. У вас как не придешь, раньше было нормальное отношение. Как не придешь, сейчас теперь вы... То вы едете в какой-то тур, который богатый очень. Какой-то Мальдивы завидуешься. То у вас собака дорогая за 3000 евро. То вы шеф-повар берете для вашего какого-то там фуршета. Да ты завидуешь просто. Мой муж вкалывал, как проклятый, чтобы это все было. Вы завидовали нам всегда. Я не завидовал. Ну, раньше были нормальные отношения у простого Ромы, моего сына, с вашим Пашем. Все хорошо было. Ну, а сейчас даже так, врозь, нормальные отношения у них нет вообще. Судья, спочинный судья. Простите, он не мог ничего такого сделать. Он хороший мальчик. У него положительные полностью со школы оценки. Он хороший мальчик. Вот нет такого, чтобы что-то плохого было. Он хороший очень. Поверьте мне. Да, только почему-то ружье тут откуда-то. Откуда не возьмись. Да, ружье. Ружье... Вы не считаете себя-то виноватым, нет? Ваша честь, считаю, это я полностью виноват. От а до я. Потому что ружье у меня хранилось всегда нормально в сейфе. Все в порядке было. Я так думал. Значит, наверное, не так хранилось. Раз у сына элементарная возможность подойти к этому сейфу. Абсолютно спокойно достать оттуда ружье. Воспользоваться этим ружьем. Он, да, был хороший мальчик. Я так думал. Но он откуда-то узнал код и вскрыл сейф. Это вообще случайность. Мы, когда были у родственников, нам позвонила полиция. Я вообще был в шоке, что в доме такое случилось. Когда узнал, что в доме застрелили человека. Это вообще... У меня в голову не влазит. Чтобы так вот сейчас случилось. Он хороший мальчик. У меня его оставляют с 12 лет вместе с Викой. У меня все нормально всегда было в доме. Всегда. Спросите Вику. Она всегда правильная дочка была. Никогда не соврет. Что у нас все было хорошо в доме. Ваша честь. Давайте пригласим для допроса свидетеля защиты. Это сестра моего подзащитного романа Виктория Костина. Она была на месте события. И сможет подтвердить, что это был именно несчастный случай. А не циничное убийство двумя выстрелами в одно и то же место. Пригласите, пожалуйста, Костину Викторию Игоревну. Спасибо. Вика, расскажи, пожалуйста, что происходило в день смерти Паши? Ты же вроде тоже была в доме, где это произошло. Да, я Пашу хорошо знала. И мы с Ромой двойняшки, у нас даже друзья общие. Мы вместе придумали эту вечеринку. Заказали пиццу. В общем, все нормально было. Но потом этот случай, все у меня на глазах. Рома взял из сейфа ружье и я ему сразу сказала, Рома, лучше не надо. Он ответил, что просто покажет, как пострелять по банкам. Типа, он крутой, он умеет. И, понятное дело, он выпендриться хотел. Я даже знаю, перед кем. Перед кем? Перед Катей. Ром, да все знают, что ты любишь ее. Ваша честь, они уже почти два года встречаются. Катя моя лучшая подруга. И я только рада, что у них с Ромой все хорошо. И да, Рома опекает и оберегает Катю. Так, а отношения между братом твоим и погибшим какие были? Если честно, в последнее время Паша очень изменился. Стал злым. Но Рома все равно не перестал с ним дружить. А у меня вопрос. Можно, уважаемый суд, задать сведеру защиту? Вика, попробуй рассказать о выстрелах как можно более подробно. Ну, например, как погибший оказался в комнате с сейфом? Я не помню. Это просто как-то все раз и случилось. Я хорошо запомнила то, что Рома взял из сейфа ружье. Я ему сказала, что не надо. Паша попросил показать, как ружье держать в руке. А Рома скинул ружье на плечо и ушел. Паша решил выхватить ружье и побежал за Ромой с криками «Дай мне!». Видимо, от неожиданности Рома просто взял и стрельнул. А потом тут же стрельнул еще раз. Он сам очень испугался и начал кричать «Вызовите скорую! Я не специально!». Понятно. У нас, уважаемый суд, имеет место такая выстроенная позиция защиты, да, когда все свидетели с той стороны говорят одно и то же. То есть, по сути, вторят подсудимому, пытаясь помочь уйти ему от уголовной ответственности. Но я тебя разочарую, молодой человек. Не все свидетели готовы в унисон петь твою песню, которую ты сочинил с адвокатом Аксионовым. Почему сочинил? Господин, посмотрите на этого ребенка. Ему отдача руки переломается. Вы что, придумали? Да, конечно. Переломается, да не переломается. Он ружье не поднимет. Уважаемый суд, есть другой свидетель, свидетель обвинения, Горенко Николай Вадимович, он двоклассник подсудимого. Горенко, на самом деле, сперва дал идентичные показания, которые мы сейчас слышали. Но у него такая ситуация, что он пошел на сотрудничество, ну, не сотрудничество, а со следствием. То есть он решил сказать следствию правду. Он находится подозреваемым по другому делу. Там они с другом измазали краской машину жены, учителя алгебры, разбили стекло. Там решается вопрос о возмещении ущерба. Ну и получается, что когда мальчика сделали, соответственно, подозреваемым, он не сдюжил тащить на себя такую игру соответственности. И заодно рассказал и про это. Причем по другому делу, уважаемый суд, понимаете, да? То есть, поэтому я прошу его допросить, Горенко Николая Вадимовича. Пригласите, пожалуйста, Горенко Николая Вадимовича. Николай, расскажи, пожалуйста, тебе известно, как погиб Павел Синицын? Ну, от выстрела. Рассказывай, Николай, в подробностях, как все было. Рома, ты меня извин... Коль, не надо. Извини. У меня мать одна, сам понимаешь. Надо, Вася, надо. Ей надо за машину платить. В общем, дело было так. Рома взял ружье, зарядил его. Но Паша тогда подошел и спросил, зачем по банкам стрелять. Ну, он развернулся, ответил, нет, это тебе закатим. И выстрелил два раза. Потом обернулся ко мне и сказал, что это произошло случайно. Ваша честь. Сказал, давайте скорую вызывать. Он все путает. Там вообще не так все было. Тебя даже в комнате не было. Был я там. В общем, Пашка взорвался, нахамил меня. У меня в тот момент как раз-таки ружье было. Ну и выстрел, чего уж там. Я вообще, во всем виноват я. Все. Я больше ничего не буду говорить. Да как ты можешь, Ром? Ну, говори правду, ну. Такой быть не может, чтобы из-за каких-то слов выстрелил в человека. Ты что, говори правду, как ты можешь? Я все сказал. У меня есть право молчать. А, Николай, скажи, пожалуйста, а что значит вот-вот тебе закатил? Это что он имел в виду? Тебе известен этот мотив? Ничего не значит. Я вообще ничего не знаю. Паша в последнее время какой-то вообще бешеный был. Я единственное знаю, что он психов из учеников, из коррекционного класса подбивал на всякие гадкие дела под себя. Это как подбивал на всякие гадкие дела? Ну, Паша, когда вернулся, он хотел быть лидером, как раньше. Да вот, он, ну, когда вернулся, он был уже наглым. Изменился, в общем. Он был наглым, на понтах весь. А мы-то тоже уже взрослые, у нас есть свои интересы. Ну, как-то, короче, без него жили. Вот. Ну, и когда он понял то, что он уже, ну, не самый основной в классе, ну, скажем так, не авторитет, он начал общаться вот с этими ребятами из коррекционного класса. Он их заставлял делать всякие, ну, гадкие поступки, руководил ими, а они исполняли. Потому что он говорил то, что это круто. У супермаркета бабка сидит старая у нас, вот, и милость о них просит. Ну, он, в общем, они подошли и в коробку, в общем, мачу сдали. Вот. Паша очень часто вообще делает так. Это неправда. Правда, это все он в сеть видео выкладывает. В общем, под Пашкиным руководительством они занимались всеми такими делами. И, ну, потому что он говорил то, что это круто. С Пашей, ну, никто в классе вообще не дружил. Только вон, Рома от него не отвернулся, потому что раньше лучшими друзьями были. Говорил, братан, ну, зачем ты так, зачем ты такую фигню творишь? Из-за этого и поссорились, наверное. Ну, поссорились-то поссорились, но сегодня не повод брать ружье и убивать, правильно? Нет, ну, правильно не повод. Поэтому я предлагаю, давайте до конца разберемся с мотивами совершения преступления. Давайте позовем ту самую Катю. Мы здесь все, Катя, Катя, Катя. Давайте ее пригласим, уважаемый суд. Свидетеля Гордееву Екатерину Леонидовну. Пригласите, пожалуйста, Гордееву Екатерину Леонидовну. Катя, не надо, не говори ничего. Катя, говори всю правду, ты видишь, он уже скоро загремит по полной. Он уже признался, говори всю правду, ты же любишь его. Ваша честь, можно я расскажу? Паша, когда приехал... Нельзя, нельзя. Какое чудо, уважаемый суд, что это за фокусы здесь? Пришел свидетель, пусть рассказывает. Что там за суфлер сел? Я все равно расскажу. Паша, когда приехал, в Катю влюбился. Катя с Костромой. У них с братом все серьезно. Он к ней и так, и сяк. А Катя его все время отшивала. Потом Катя стала нервной, дерганной. И перестала к нам в гости ходить. В школе почти не появлялась. Один раз я ее засекла в туалете, ее тошнило. А в телефоне я у нее увидела, что она записалась, ищет гинеколога. Ну такой, который ее без родителей принят, частный. Я начала ее допрашивать. А она лишь плакала и ничего не говорила. И просила ничего не говорить брату. Но я все равно Ромку спросила. Мне нужно было это знать. Ромка сначала очень сильно разозлился. Он, наверное, подумал, что Катя ему изменила. Но Катя не такая. Она бы такого в жизни не сделала. А потом пришел Паша и начал лжать на тему, типа, что твой брат больше не любит Катю. Конечно, кто будет любить тварь потасканную, которая этим и дебилам дала. Да неправда. Мой сын не мог такого сказать. Неправда. Ну он так и сказал. А эти парни из класса коррекции, которые насиловали, они просто пешки. Паша подкатывал ко мне. А я его отшила. Сразу отшила. Ну вот и решил мне отомстить. И главное, а те парни-то из моего двора, я с ними общалась, дружила-то в принципе. Ну, нормальные ребята. А Паша их накрутил. Сказал, что... Сказал, что мне только секс-фюжен. А после... А после он придумал, как меня найти. И там на видео, где... Тебя они насилуют. Тебя они насилуют. Он главных слов никаких не говорил. И там Вова. Он снимал все это. А Вова-то мне и говорит. Хватит, хватит. Качу-то бить не надо. Ей же больно. Ей же неприятно. А он говорит. Нет, девочки так люкотворяются. Я так не могу. После он этого... Он сказал, что если пикнешь хоть в слово кому-нибудь, то все, всех посадят этих дебилов. А ведь его голоса-то нету там. Поэтому никак не докажешь, что он там. Ром, а ты как об этом узнала? Это я ему рассказала. Мне Катя призналась. А потом я украла у Паши телефон. И там оказалось это гадкое видео. А на видео голоса не было. И получается, что его никак не привяжешь. Я Роме очень боялась все это рассказать. И я не знала, что мне делать. Мне умереть хотелось. Вика все рассказала. Ваша честь, я хотел заставить Катю пойти в полицию, заявить об этом. Но там было очевидно, что его никак к этому делу не... В общем, он только был условкой и отделался. Я взял ружье и выстрелил в него. После, когда все собрались, я рассказал всем причину. И... Ваша честь, мы после этого всю эту историю придумали, но я на все готов был пойти ради Кати. Жаль, только я не смог предотвратить этого насилия. Суд удаляется для вынесения приговора. Робин Гуд. Судимый Робин Гуд. Еще один. Костина Романа Игоревича. Признать виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также суд разъясняет права Екатерина Гордеева тебе относительно того, что ты можешь обратиться в полицию с заявлением об изнасиловании, если такое было. Соответственно, дача прокурор тоже... Ну, я понимаю, что прокуратура, конечно, не пойдет за заявлением. Скорее, вытащи адвокат. Расскажите, каким образом это можно сделать, если такой факт был. Суд не располагает данными о том, что действительно убийство человека и изнасилование абсолютно связаны. Поэтому, к сожалению, все то, что мы услышали, не уголовное дело по данному факту, не возбуждено. Слишком много каких-то придуманных историй, слишком много версий. Но, как бы то ни было, Ром, я скажу тебе только одно. Да, ты можешь захлебываться от злости, от гнева, от чего угодно, но взять ружье и убить человека прав нет ни у кого. Судебное заседание закончено. Опа! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова